Усилия властей в борьбе с коронавирусом и законодательные инициативы «Справедливая Россия» обсудим с лидером партии Сергеем Мироновым. Он сейчас с нами на прямой связи. Сергей Михайлович, здравствуйте. Сергей Михайлович, мы уже сейчас только что рассказывали о том, что Владимир Путин поручил правительству разработать специальный общенациональный план по восстановлению экономики, доходов населения, занятости. Вот вам каким этот план видится? Ну, во-первых, абсолютно правильно президент ставит задачу перед правительством о формировании новой политики, новой экономики. Я бы назвал это новой НЭП, новая экономическая политика. Потому что вот эта пандемия показала, что у нас необходимо проводить самые серьезные реформы во всей нашей экономике. Не только здравоохранение, это отдельная тема. И в этой связи поручение, которое дал президент, абсолютно правильное. Я сегодня уже направил председателя правительства Мишустину наше предложение от партии «Справедливая Россия». Там и речь идет о поддержке населения. Я абсолютно убежден, что всем, кто сегодня остался без работы, это не только те, кто стал безработным с 1 марта этого года, и те, кто раньше был уже безработным, необходимо сегодня оказывать прямую материальную помощь в размере до двух минимальных размеров оплаты труда. Но мы должны помнить о тех, кто создает рабочие места, и кто рано или поздно после завершения самоизоляции приступит к работе. И чтобы было кому приступать к работе, и чтобы эти предприятия сохранились. И здесь у нас целый комплекс предложений по поддержке не только малого бизнеса, но и среднего бизнеса, и многих других предприятий, которые сегодня не относятся к тем отраслям, которые считаются, что максимально пострадали от пандемии. Вот эти все предложения я сегодня направил в Мишутин. Ну, недавно еще ваша фракция внесла законопроект, согласно которому цены на розничные продукты должны регулироваться государством. Вот эта мера, она к чему? Ну, смотрите, у нас всегда говорилось, в том числе в прошлом, руководителями Министерства экономического развития и многими другими идеологами либеральных идей, что рынок все расставит по своим местам, и в рыночной экономике необходимо обязательно следовать рыночным правилам. Ну, разве сегодня, например, цена на те же лимоны, на тот же чеснок, либо на, забыл, как курить называется, разве это сегодня реальная рыночная цена? Конечно же, нет. И в этой связи мы внесли предложение, которое позволяет и правительству фиксировать повышение цен. Принцип очень простой. Если на тот или иной продукт питания в течение месяца цена увеличивается более чем на 30%, правительство имеет право заморозить эту цену для всех торговых сетей на территории России. И одновременно мы даем такие же полномочия региональным властям, чтобы на региональном уровне тоже цена, допустим, от первого поставщика, цена от оптовой закупки не превышала разумных пределов. В данном случае мы предлагаем максимум 30%. Вот такие предложения в виде законопроекта мы внесли. И мы считаем, что рыночной экономикой рыночной экономикой, но мы должны обезопасить прежде всего наших граждан и сделать так, чтобы цены на продукты питания у нас не росли. Ну вот вы еще настаиваете на снижении цен на бензин. Ну вот вам не кажется, что сейчас, учитывая то, что с нефтью происходит, и вообще на нефтяном рынке, и со спросом на бензин, вам не кажется, что это будет такая двойная нагрузка для наших нефтяников? Ну давайте порассуждаем. Почему-то во всем мире, встретив, кстати, цена на бензин, во всем мире снизилась в течение апреля месяца на 17%. У нас дорожает нефть, бензин дорожает в России, дешевеет нефть, у нас все равно бензин в лучшем случае останется таким же, редко когда дешевеет. Правда, в последнее время мы видим, что в некоторых регионах где-то на 0,1%, где-то на 0,01% цена бензина стала меньше. А мы считаем, что именно сегодня необходимо сделать так, чтобы бензин был доступен для наших граждан. И когда я слышал недавно конкретные и видел цифры, что объем потребления бензина резко упал и считается именно из-за карантина, но на самом деле в том числе из-за того, что людям не нашли сегодня покупать этот бензин. И если мы хотим поддержать наших граждан, а в том числе мы хотим поддержать всех перевозчиков, которые завозят продукты питания в магазины и в торговые сети, то имеет смысл подумать о снижении цены на бензин. Да, у нас есть правило, которое было введено 1 июля прошлого года, так называемый дефирующий механизм. Он разумен, я бы сказал, как в мирное время. Но сегодня, когда экстраординарная ситуация, и в качестве меры поддержки даже не столько все-таки нашей промышленности и нашей экономики, а граждан, граждан нашей страны, мы считаем, что снижение цены на бензин, это было правильно и разумно, как временная мера, можно определить срок, какой это будет снижено. Иными словами, можно сказать, что на этот период не действует тот самый дефирующий коэффициент, а включаются другие механизмы. Потом можно к нему вернуться, и все это воспримут абсолютно нормально. Потому что, когда я предлагал министру энергетики Нового, вот такие предложения, в ответ звучало, ну как же так вот мы снизим бензин, а вдруг цены потом на них вырастут, как же мы будем повышать. Да очень просто, люди у нас все понимают, и если сегодня президент призывает действительно к таким экстраординарным мерам, давайте мы в качестве такой меры и сделаем временное удешевление цены на бензин. Если будет необходимость, мы потом вернемся, опять же, не к огромному дорожанию, а хотя бы на прежний год. Вы еще выходили с инициативой о государственной поддержке безработных граждан. Вот расскажите о ней подробнее. Ну, прежде всего, мы считаем необходимым поддержать вообще наших врачей, всех сотрудников медицины, потому что они, в прямом смысле слова, сегодня на передовой. И правильные были предложения от президента, который сначала необходимо поддержать и деньгами, в прямом таком выражении, и застраховать наших врачей, которые, к сожалению, мы видим в России, в том числе и погибают прямо на боевом посту, умирают от коронавируса. Это первое. Но мы, в том числе, считаем необходимым, и я такое предложение внес президенту, учредить специальную медаль за мужество в борьбе с пандемией. Не только медицинским работникам, но и сотрудникам МЧС. Тем, кто действительно сегодня на передовой сражается с этой бедой, мы считаем это очень важным и нужным сделать. Недавно ваша фракция заключила еще соглашение с фондом доктор Лиза. В чем его суть, о чем вы конкретно договорились? 14 апреля этого года единогласно на заседании фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе было принято решение, что зарплату депутатскую за апрель месяц все члены фракции «Справедливая Россия» переводят в помощь нашим медицинским работникам. Мы приняли решение заключить соглашение с фондом доктора Лизы. Я Лизу Глинку знал лично и помогал в формировании и создании ее фонда «Справедливая помощь». Царство ей небесное, к сожалению. И мы сотрудничаем с этим фондом давно, и мы знаем, что... И мы предпочтали соглашение, по которому мы переводим вот эту зарплату, а фонд Лизы Глинки напрямую тем врачам прежде всего на закупку средств защиты на все необходимые меры для того, чтобы поддержать наших медиков. Кстати, не только врачей, не только санитарок и медсестер, но, например, лаборанток и лаборантов, которые проводят те самые анализы, напрямую контактируя с коронавирусом. Вот такое решение мы приняли, и мы действительно подписали соглашение с фондом Лизы Глинки, и считаем, что мы это сделали абсолютно правильно. Мы услышали буквально на днях, что председатель партии «Единая Россия», Дмитрий Анатольевич Медведев призвал членов «Единой России» поступить точно так же. Это правильно. Мы в время обращались к депутатам Голдумы, ко всем фракциям сделать это. Но нам резонно, может быть, сказали, но начните с себя. Мы начали с себя, мы сделали, как я уже сказал, две недели еще тому назад. Ну вот если говорить о медиках, вот как Вы считаете, наша система здравоохранения сейчас справляется с вызовами пандемии? В целом справляется, и прежде всего благодаря героизму и самоотверженности наших врачей, всех медицинских работников. Но давайте скажем честно, в результате той самой оптимизации в течение многих-многих лет, когда ликвидировались скорые помощи, сокращались, когда ликвидировались фонд коечных мест в больницах, когда закрывались целые и больницы, и поликлиники, и фельдшерские пункты под видом той самой оптимизации. И когда наступила беда, в первый момент было очень тревожно, справится ли наше здравоохранение. Дело в том, что я приведу как раз очень красноречивую цифру, то количество коек на 10 тысяч, боличных коек на 10 тысяч населения. У нас в 1990 году, в конце Советского Союза, перед началом распада Советского Союза, был такой показатель. 130 лечебных коек, больничных коек на 10 тысяч населения. На сегодняшний день эта цифра 80. Это, видите, намного меньше, но все-таки 80, потому что средняя цифра по Европе, по Западной Европе, все время мы говорили, какое там замечательное здравоохранение, у них 30 коек на 10 тысяч населений. Мы видим эти проблемы и в Италии, и в Испании, и в других государствах Западной Европы. И в этой связи, конечно, то, что у нас запас прочности, благодаря той самой, кстати, медицине мобилизационной, еще Николая Семашко, нашего Америка, начала 20 века, многие вещи сохранились, точно так же, как сохранились принципы эпидемиологической защиты, принципы профилактики. И мы за счет этого, вот этот натиск, первый натиск, наше здравоохранение выдержало. Но совершенно очевидно, что мы должны делать выводы. И, конечно, после того, как мы победим коронавирус и победим эту пандемию, а мы это обязательно сделаем, и вчерашний призыв президента очень четко об этом говорит, нужно уже серьезно смотреть на то, что же у нас произошло с нашим здравоохранением, что у нас произошло с оплатой труда наших медиков, что у нас произошло с так называемой оптимизацией. И необходимо будет открывать новые поликлиники, новые больницы и перестраивать всю систему. Но, возвращаясь к первому вашему вопросу, действительно нужно перестраивать все принципы отношения к нашей экономике. Потому что сегодня в новых условиях мы не должны уповать на продажу углеводородов. Мы должны быть уверены, что мы всегда справимся с любыми проблемами и с санкциями, и, не дай бог, с продолжением каких-то еще эпидемий. Потому что мы должны быть действительно суверенны во все. И в здравоохранении, и в нашей экономике. Но я бы продолжил еще и в образовании бы хорошо, а не следовать баллонскому принципу, тем самым ЕГЭ и многим другим новшествам. Но, возвращаясь к сути вашего вопроса, я еще раз хочу сказать, спасибо огромное всем нашим медикам. Они делают просто героические вещи. Но система здравоохранения, выдержав первый натиск, должна быть переформатирована. И необходимо уже совершенно по-другому подходить. Прежде всего, к финансированию. Мы наставим на том, что минимум 7% от бюджета, бюджет ежегодно, должно идти на травоохранение, точно так же, как и на образование. Сегодня только где-то около 3%. Это явно недостаточно. А что касается ограничительных мер, как вы считаете, сейчас от каких уже можно отказываться? Ну, безусловно, то, что мы и решением президента весь апрель люди находились в самой изоляции. И это были нерабочие времена, кроме тех предприятий, которые не могут восстановить свое производство. И все увеселители заведения были закрыты, все школы. Это действительно правильно. И то, что сегодня в России совершенно другие показатели, чем в соседней Европе, это вследствие того, что мы вовремя все это сделали. И здесь, конечно, когда президент вчера сказал, что давайте после 11 мая каждый регион к 5 мая подготовить план выхода возможного, там, где уже условия содрели, там, где, допустим, спад заболеваний пошел, мы видим спад заболеваний, и все это пошло на убыль, там действительно можно поэтапно выходить, но здесь нужно быть разумными, чтобы не перечеркнуть все эти усилия, которые вся страна делала в последнее время. Но здесь тоже нужно разумно. Я уже публично несколько дней назад обратился к губернаторам. Почему нельзя разрешить прогулки в парках? В парке еще легче, чем в любом магазине создавать ту самую социальную дистанцию. И можно там все следить. Но почему детям, семьям не выйти вообще на прогулку в любые рекреации, в любые парки? Там должны быть, конечно, закрыты все аттракционы, все пункты, там, кафешки, питание. Но погулять-то нужно, это первое. Второе, сейчас вот буквально сегодня очередная новость из регионов. В некоторых регионах теперь собираются штрафовать за то, что люди на улицах без масок. Господа хорошие, а вы обеспечили этим масками? И до сих пор не достать, и до сих пор не купить. А если даже они есть, там совершенно сумасшедшие цены. За что же людей опять наказывать, за что же брать с них деньги? Это полное безумие. Я сегодня публично выступил против такой меры. Поэтому разумные меры самоограничения должны быть, но всегда нужно руководствовать здравым смыслом и всегда нужно думать о людях. Потому что, ну, действительно, ничего хорошего, когда люди в четырех стенах спасаются от зарождения коронавирусом, не гуляют, дети не гуляют. Люди там по очереди, кому собакой погулять, или, простите, кому мусор вынести за благо считается. Конечно, это неправильно. Нужно дать возможность. Все-таки на тех территориях, где можно просто погулять спокойно, парки какие-то, лесополосы и так далее, конечно, нужно задушать. Поэтому еще раз подчеркну. И президент не случайно об этом говорит, что вы, он дал такие полномочия губернаторам, вы руководствуете здравым смыслом и реальной ситуацией. Смотрите на показатели у себя, чтобы не получилось так, что вроде передохнули, все вроде бы выдохнули, можно немножко послабление сделать, и вдруг мы опять вернемся в новую волну эпидемии. Этого ни в коем случае допускать нельзя. Недавно ваша фракция провела экспертное совещание, посвященное проблеме борьбы с бедностью. Вот расскажите о нем подробнее. Действительно, я провел такую видеоконференцию с ведущими нашими экономистами. Принимал участие и Академик Руслан Гинберг, и Михаил Гинберг, и Михаил Гилягин, Валентин Занин, Вячеслав Бобков, Александр Иванович Юрьев из Петербурга, политический психолог, который, кстати, очень интересные вещи сказал. И, конечно, мы говорили в том числе о том, что необходимо сделать выводы, необходимо перестраивать всю нашу жизнь после того, как мы победим коронавирус. И необходимо по-новому посмотреть на всю социальную защиту, на работу нашей системы здравоохранения, на работу системы образования. Ведь сегодня на удаленке многих регионов не получилось, потому что у кого-то просто нет необходимых средств для получения информации, я имею в виду смартфоны или компьютеры, или ноутбуки. А где-то просто зависали те платформы, на которых пытались учителя общаться с учениками. Здесь обязательно нужно делать выводы. Но и Александр Иванович Юрьев очень интересно рассказал о тех страхах, которые сегодня обливают людей. Это и страх голода, и страх одиночества, страх вот той самой изоляции, страх неуверенности в своем будущем, и много-много страх роста преступности, все что угодно. Об этом тоже нужно думать. И нужно принимать серьезные меры. Вот вчерашнее выступление президента, когда он даже вспомнил знаменитый рассказ Джека Лондона «Закон жизни», это же не случайно. Там действительно североамериканские индейцы на северах, когда старика оставляют с пучком хворосту у костра, а все племя на нартах уходят, и оставляют, и в том числе сын его оставляет, это бывший вождь. Это же вот закон жизни тогда. Но мы же сегодня, во-первых, правильно вчера президент сказал, что для нас ментально это невозможно. Как бросить своих родителей? Как кто-то считает, ну давайте кто-то переболеет, вот как в Швеции пошли по такому пути, давайте коллективный иммунитет вырабатывать. Ну и что? И Швеция уже перегнала по количеству умерших, и Швейцарию, и Австрию, и многие другие соседние страны. Разве это выход? И в этой связи, конечно, когда мы говорили с нашими экономистами о тех мерах, которые необходимо будет предпринимать, это возвращение ко многим здравым идеям, в том числе идеям, которые выдвигала неоднократно партия «Справедливая Россия». Речь идет и о прогрессивной шкале подоходового налога, об отмене транспорта у налога, о многих других вещах, которые уже передрели. Но я абсолютно убежден, что в условиях выхода из вот этой самоизоляции, из эпидемии, мы серьезным образом пересмотрим те, вроде бы, привычные, обычные правила, которые сегодня не сработали. Потому что либеральная идея во всем мире, она показала свою несостоятельность. Но смотрите, вот Евросоюз. Все огородили, все вспомнили о своих границах. Бедную Италию бросили ее на произвол судьбы, по сути. Те занялись только своими проблемами, не думая о каком-то единении. Это абсолютно неправильный подход. Потому что вот это чувство ответственности, чувство локтя, присущее нашей стране, оно очень важно сейчас и еще более будет важным после того, как мы начнем обустраивать заново всю нашу жизнь. Да, Сергей Михайлович, спасибо вам большое за то, что ответили на наши вопросы. Я напомню, что на первой связи с нами был лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.